друзья всем привет это абсолютно фантастика кто сегодня мой собеседник максим леонидов собственно персоной представлять абсолютно нет никакой необходимости поэтому максим приветствую вас здрасте я даже сяду а то я как-то так не комильфо возлёг пока мы с вами готовились все нормально я с вашего позволения представлю вам себя поскольку есть что вспомнить как я вам уже в предыстории рассказал а значит меня зовут евгений бычков я родом вообще-то из алма-аты в канаде я уже почти 25 лет занимаюсь преподаванием фортепиано музыкальной школе а также занимаюсь музыкальной журналистикой но и в общем веду какие-то стримы на и на ютюбе причем стримы самого разного такого направления я вам лучше с чего хочу начать 29 числа у вас концерт в торонто ждем и это открытие большого американского турне североамериканского турне фантастическое турне совершенно то есть там около 10 американских городов соответственно канадской это монреаль по моему ну торонто монреаль калгари по моему если не ошибаюсь но в общем это все можно друзья это можно что все посмотреть если вы просто зайдете на официальный сайт максима леонидова с очень простым названием leonidov.ru и там еще все это расписано а крупнейшие города штатов охвачены там бостон нью-йорк филадельфия насколько я понимаю чикаго все радости жизни максим 29 числа когда у вас здесь концерт в торонто у вас очень достойная конкуренция в этот день в торонто же выступает ринга старт со своим бэндом которому 8 мы поглядим кто кого которому 82 года а вам в этом году 60 я вас поздравляю кстати велик вы могли себе представить когда вы начинали свои бдения с группы секрет что мы об этом начнем разговаривать с вами спустя 40 лет вот как вы себя я не мог себе и я не мог себе представить что ринга стару будет 82 когда ну то есть себя в 80-летнем возрасте вы вообще не видели да я так понимаю я еще в 80-летнем я сейчас себя не очень вижу но 60-летним тоже теряется звук максим теряется звук я прошу прощения уехал звук звука нет вы меня слышите алё слышите меня да 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 все нормально все нормально алё да дело в том что это позвонила волнующийся продюсер из москвы наш координатор гастроли волнующийся что мы не с вами не в эфире а мы в эфире понятно 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 учитывая значит ремарка так понимаю что вы не в москве сейчас да я в милане какой класс какой класс отличное место для проведения таких видео стримов так вот ринга стар максим леонидов 82 года 60 лет у меня эти цифры мне самому больше 60 чтобы вы понимали а у меня эти цифры не укладываются в голове вообще никак поэтому я хочу вспомнить знаете первый раз когда мы с вами встретились вы этого естественно не помните а 86 год аэропорт домодедово я сажусь на рейс москва алма-ата и вижу таких очень прихипованных ребят с кофрами гитарными и с коробками с какими-то на которых написано бит-квартет секрет это восемь шестой год лето восемь шестого года я был уже парень тогда продвинутый я следил за тем что происходит на в на ле в ленинградском тогда рок-клубе я естественно знал уже кто такие секрет я естественно к вам подошел вы моментально пошли на этот контакт и как только вы приехали в алмату я сделал с вами интервью конечно вы этого не помните конечно это интервью не сохранилось но она у меня в памяти отложилась тогда очень яркая и я кстати говоря ним напомнил сравнительно недавно когда делал интервью с андреем заглудовским вашим коллегой вашим гитаристом так вот а мне тогда в этом интервью две вещи меня так торкнуло очень серьезно первое когда я обратился к вам и сказал что я обращаюсь к лидеру к лидеру анна бит квартета секрет и все одновременно возникли у нас нет лидера вы в том числе я понимаю так что я посчитал вас за лидера из-за роста просто вы длиннее всех остальных я так понимаю вот но но все одинаково у вас бухли нет нет у нас лидеры нет я говорю ну фронт на нет нет у нас нет фронтмена класс подумал я тогда и задал еще другой вопрос а вот вы у вас песенки про там ну как бы про любовь все такое прочее но как когда битлз начинали сказали вы они тоже пели все про любовь я говорю на сколько лет тогда было битлз 19-20 лет а вы них вы конкретно задали не очень хороший вопрос а ты думаешь нам сколько сейчас то есть я прекрасно это все понимаю то есть вот это подростковые дела вот это вот вот чувство ощущения полноты жизни любовь и все такое прочее теперь вот это было прям было максим спасибо что выдержали меня теперь я обращаюсь красиво ну трогательно правда же без сомнения я обращаюсь к вам как на мой взгляд выдающемуся совершенно простите мне мою разнузленность цитирую моего любимого шварца вы должны его знать как выпускника лгика лгитмика правильно произнес лгитмика лгитмика вы выдающийся совершенно мелодист просто выдающийся я переслушал ваш альбом сегодня седьмое небо и каждая песня это жемчужина просто но я не понимаю вот как это у человека получается то есть я понимаю когда вы спели баркаролу чайковского это очень родственный по духу по мелодическому духу вам композитор как у вас рождается мелодий вот с этого момента я умолкаю дорогой панаж евгений я не знаю ну слушайте во первых наверное кроме какой-то одаренности и предрасположенности к занятию музыкой врожденного кого-то мелодизма и есть видимо какая-то база знаний еще хороших понимаете то есть я же я же учился и классической музыки и и петра ильича и и шопена и рахманинова и моцарта я полюбил в детстве поэтому ну а потом огромная база такая как маккартни и леннон и могли меня оставить равнодушным и оказали на меня невероятно огромное влияние потом вся всякая другая американская эстрадная музыка в которой есть невероятные жемчужины вот как то так можно сказать вам объяснить вам технику придумывания красивой музыки я не смогу ну в общем то я и не рассчитывал но мне просто интересно что вы вот со своим опытом прожитой жизни вы совершенно не потеряли этот этот дар мелодистов фантастически совершенно дар мелодистов вы вспомнили самых мелодичных композиторов в истории включая маккартни леннона рахманов шопен чайковский это самые мелодичные композиторы для вас на самом деле мелодия это главное ну да вообще в музыке то есть мне нравится скажем и и дебюси знаете без ярко выжженной мелодической строчки но скажем болеро равеля мне нравится больше потому что и и формы и именно мелодия вот эта замысловатая такая чуть восточная чуть испанская какая-то такая безусловно да я например совершенно не понимаю а тональную музыку для меня это непонятная вещь вот поэтому да мелодия конечно особенно если она правильно и хорошо гармонизован но вы же в своем творчестве вы же не тот музыкант исполнитель singing songwriter говорят здесь да у вас же еще и актерский багаж да и режиссерский в общем чего что-то у вас же моноспектакль вот чего нам ожидать когда вот мы у вас увидим на концертах северной америки вы знаете во первых за отсутствием крупных выразительных музыкальных средств поскольку я буду пользоваться только голосом и гитарой тут далеко то как бы не разбежишься вот но я же и не и не бард то есть я не клячкин не розенбаум понимаете даже не макаревич я все артист поэтому мне трудно определить этот жанр в котором я провожу свои вечера сольные в некотором роде конечно такое и актерское представление тоже потому что я много рассказываю интересных всяких вещей и я умею залом работать мы очень весело все вместе поем всякие глупые песни залом короче говоря это просто найти люди выходят не не то что помолодевшими а такими знаете детьми и и и это самое мне кажется такое большое большой результат моей работы потому что они выходят счастливыми у вас безусловный свет в ваших новых ваших песнях это точно абсолютно могу сказать то есть они максимально позитивны что в наше время в теперешнее это вообще очень много дорогого стоит слушайте когда разговаривал с андреем а заводовским а я вам задал вопрос слушай а там фантастическое совершенно соло на фоно в круглосуточном уроке или не помню когда назвали но знаете о чем я говорю я посмотрел на часы и балагин далее и там фантастическое соло игрок так ты его сыграл а он где-то максим играл на самом деле вы играли там на фоно да конечно слушайте это потрясающе я сам пианист я в состоянии это оценить просто на самом деле это совершенно профессионально виртуозное было фортепиано и соло фантастическое совершенно но во первых я тренировался во вторых я закончил все таки музыкальное училище по классу дирижер хора где одним из предметов было фортепиано и общее госэкзамена фортепиано я сдал на пятерку так что в принципе у меня есть подготовка некая ну а потом еще то что называется попа часы ты сидишь на купе играешь медленно пальчиком каждым чтобы потом получилось быстро вообще ничего сложного до рэ ми бемоль ми бекар соля до ля соль ми ми бемоль да 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 В смысле, вот этого всего, понимаете? Вы нашли, кому объяснять, что берется попой. Нет, я с вами делюсь, как с пианистом. Вот и все, не объясняю. Вы подходите к инструменту сейчас? Знаете что, в Израиле, где я там провожу большую часть времени, к сожалению, я живу пока на квартире съемной, и туда везти, покупать большой какой-то стационарный инструмент просто не имеет смысла, поэтому я купил электрическое такое пианинко. Ну, подхожу иногда, но так, чтобы я получал большое удовольствие от нашего общения, не очень. С инструментом. Расскажите про Израиль. То есть, вас туда-сюда кидает, мотает, то есть, вы и там, и в России, и вот сейчас уже в Северной Америке. И я слышал, как вы осваивали ивриты. Я был впечатлен, честно говоря. Я не владею ивритом, но я в состоянии услышать, когда человек говорит на нем хорошо. То есть, расскажите о своих израильских опытах. Это дико интересно. Ну, смотрите. Во-первых, я израильтянин с 1990 года. Это не то, что я сейчас вдруг стал срочно израильтянин. Нет. Я уехал в 1990 году, и с тех пор большую часть времени я проживал в России. До этого большую часть времени я проживал в Израиле. Шесть лет. Потом возвращался. Потом мы уезжали снова и какое-то время жили в Израиле. И иврит я начал осваивать в Ульпане, как все остальные. Такая школа для репатриантов. И я там проучился из положенных шести месяцев, по-моему, три. А дальше меня пригласили сниматься в пилотной серии некого телевизионного сериала, который уже был на иврите. То есть я там играл русского человека, но говорящего на иврите. И начались съемки, которые мне, конечно, заменили все обучение, потому что это постоянное ежедневное живое общение. Во-первых, со сценарием, во-вторых, с коллегами. Там больше не было русскоязычника у меня, никого. Оно меня очень сильно продвинуло. То есть у меня не было никакого выхода при любых попытках начать разговаривать по-английски. Мне сразу ставили на вид и говорили, что роль на иврите, сценарий на иврите, давай-ка на иврите. Вот потом я записал альбом на Sony Music в Израиле. Этот альбом был целиком на иврите. Ну, почти там было две песни по-русски. И я пытался сам писать стихи еще, не очень хорошо говоря, но продирался через эти тернии. Мне помогали всякие помощники и профессиональные поэты, и непрофессиональные, но идеи. И, в общем, я приносил всегда какой-то результат своего вот этого, может быть, наивного, но труда над песней. И потом мы уже это все дело вместе правили. И у меня было горячее желание пробиться и показать, чего я стою, и объяснить и рассказать всем, что в России тоже есть музыка, и она хорошая, есть хорошие рок-музыканты. Поэтому я включил в этот альбом две песни. Одну Гребещикова, рок-н-ролл мертв, вторую Свечу Макаревича, который перевел, наверное, на иврит, и тоже включил в этот альбом, чтобы он был такой, он был многогранный, там были народные песни, в общем, разные. Альбом был неудачный, честно говоря, потому что он был очень нецелостный, и потому что пропускающая компания мне навязала музыкального продюсера, который мне совсем не подходил. Он был очень, он и есть, собственно, он прекрасно жив и здоров. Но он такой, он панк такой, артист, у него в другом его дарование, он не понимает мелодизма моего. А Sony Music почему-то решили, что именно в этом сочетании будет какая-то прелесть, но они просчитались. В какой степени вы абсорбировали, сумели в себе абсорбировать ближневосточную музыкальную культуру, и не только, может, музыкальную культуру, потому что это совершенно другой тип музыки? Ну, я не старался этим заниматься, этим все-таки, вот когда я играл с израильским музыкантом, я отдавал это на опыт им, потому что что же я буду соваться туда, где я, в общем, мало что понимаю. Мы старались найти какой-то компромисс между тем, как мыслю я, как музыкант и композитор, и тем, как слышат они, как израильские исполнители. Вот так и было. Это группа, которая называлась «Шук-Шахор», «Черный рынок». И вот лет, наверное, пять мы просуществовали в Израиле. То есть у меня было несколько параллельных родов деятельности. Я играл как артист в музыкальных спектаклях, в том числе и исполнял роль фараона в спектакле «Иосиф и его удивительный плащ снов». Кто-то Тим Райс и Эндрю Литт Уэббер, знаете. Это, по-моему, их первый музыкал, самый еще до Иисуса. Самый первый, да, который для школы написали. Но он чудесный. И он до сих пор время от времени идет то в Лондоне, то в Нью-Йорке. И Донни Осмонд играл там, и Иосифа, и Донован. Многие, короче говоря, артисты хорошие. Я там играл в «Фэрроу». Это такой как бы Элвис в Древнем Египте. Чудесная, ироничная роль, которая прямо на полакта второго такой номер. Кроме этого, я играл концерты по-русски. Просто один с гитарой ездил по университетам, по муниципальным мероприятиям разным. И играл по рок-н-ролльным клубам с этой командой, которая называлась Шукша. Хоры тоже были концерты на Европе. Так я познавал мир. Окей, ну, знаете, у вас глаза загорелись, когда вы заговорили о своих театральных опытах израильских. Скучаете по театру? Безусловно, хотя за последние годы в России я написал около семи мюзиклов, и в нескольких из них сам и сыграл. Сейчас мне не хватает театральной работы, безусловно, которую я очень люблю. Но, вы знаете, сейчас, несмотря на все, что происходит в России, тем не менее, есть у меня хорошая новость. Вроде бы 3 декабря компания «Бродвей Москва». Это большая компания и самая известная, которая делает мюзиклы в Москве. Они играют премьеру мюзикла, который называется «Ничего, не бойся, я с тобой». И он написан по песням бит-квартета «Секрет». О, какой кайф. И скажите, я, насколько я посмотрел уже по вашему расписанию на вашем сайте, leonidov.ru, напомню просто. У вас 25 ноября концерт к «Сорокалетию секрета» назначен. Стоит в расписании, скажем так. Ну, время нынче такое, что надо заковки держать. И я не могу здесь не задать вам вопрос, который наверняка ждут очень многие, наверняка вам будут задавать, когда вы будете здесь в Северной Америке. Вот этот ужас, который происходит вокруг нас сейчас. Ну, вы же не можете от него полностью как бы отойти. Вот вам же будут задавать вопросы, а что вы думаете? Вот это вот, то есть вот пято-десятое. А что вы будете отвечать? Послушайте, я вообще не хотел бы на эту тему говорить. И поскольку вы купили билет на мой концерт, значит, вы меня немножко уважаете. А если вы меня хоть немножко уважаете, пожалуйста, не заставляйте меня делать то, чего я не хочу. Это очень простой способ показать свое уважение к артистам. Вот и все. Ну, красиво. Ничего не могу сказать. Красиво. В прелюдии еще раз. Поверьте, что у меня есть свои резоны так отвечать. Просто, ну, поверьте, что они есть. Ну, вот этой последней репликой вы гораздо больше сказали, на самом деле. Окей, хорошо. Хорошо, отлично, отлично. Максим, еще раз. Возвращаясь теперь к предстоящим североамериканским концертам. У вас будет интерактив какой-нибудь с публикой? Обязательно. А как же? На этом строится практически весь концерт. То есть вы общаетесь с залом, вы как-то отвечаете на какие-то вопросы. Вы как-то... Как это происходит? Вы знаете, как правило, вопросы не возникают у зрителей. Потому что это не беседа все-таки, это больше представление. Это скорее шоу, чем такой задушевный разговор. Хотя он все равно задушевный, понимаете? Но место для собирания записок, просто и для такой как бы устного журнала, мне кажется, там нет. Я рассказываю сам, предваряя, может быть, вопросы, отвечаю на какие-то... Ну, то есть рассказываю какие-то истории из жизни, которые, мне кажется, гораздо интереснее, чем если я буду отвечать просто на вопросы из зала. Скажите, я возвращаюсь к секрету. То есть я уже закольцовываю как бы всю нашу беседу. Но хотя еще много вопросов, сколько вы меня сможете выдержать, я не знаю. Посмотрим сейчас. Возвращаясь к секрету. Вы по-прежнему близко общаетесь друг с другом? Вы же совершенно разные. Вот четыре разных совершенно человека. Как вы общаетесь? Ну, в этом и была наша сила в свое время. Потому что, конечно, мы четыре персонажа. В классическом смысле это там четыре мушкетера. И надо вам сказать, что «Машина времени» в годы самого взлета их популярности, они же тоже были четыре персонажа абсолютно. Как и «Битлз» были четыре персонажа. Это всегда очень подкупает людей, потому что между разными людьми возникают свои... ...внутренние, и это всегда публике интересно. Общаемся ли мы сейчас? Ну, вы знаете, безусловно, накануне каких-то праздников и юбилеев мы, безусловно, общаемся чаще. А так, ну, нет, каждый день друг другу не звоним. У нас есть общий чат в WhatsApp, где мы вкладываем какие-то новости, переписываемся, шутим и так далее. Скажите, вот этот концерт, который у вас предстоит в конце ноября, я забыл, в «Крокус» в центре, да, по-моему, он был назначен? По крайней мере, он назначен. «Крокус Сити Холл». Да, «Крокус Сити Холл». А вы будете репетировать вообще? Вот мне просто интересно, чисто профессионально мне интересно. Это у вас, вот ваш золотой репертуар секретовский, он у вас в пальцах по-прежнему? Или вам надо, в общем, как бы заново это все проходить друг с другом? Нет. Ну, знаете, нам надо собраться, прежде всего, попеть, баланс найти, послушать друг друга. Потому что у нас много многоголосия, подпевок, бэк-вокала. Ну и поиграть тоже, конечно. Поэтому мы берем где-то неделю на репетиции. Давайте мы про североамериканские концерты поговорим. Вот это я сейчас хочу окончательно к этому перейти. Что для вас североамериканская музыка вообще? И давайте вот поподробнее о тех концертах. Потому что вы же, ну вы здесь были, собственно говоря. Но это уже было давно, это было до ковида. Все, кстати, перенесли ковид. Все нормально? Я, к счастью, не балет. Слава богу, я тоже. По-моему, мы с вами в абсолютном исключении сейчас. Так вот, североамериканская музыка. В какой степени? Что это для вас? И давайте уже к концертам поподробнее. Давайте договоримся сначала о понятиях. Североамериканская музыка – это у нас что? Например, бикинг – это североамериканская музыка или нет? Хороший вопрос, как говорит мой знакомый Равин. Североамериканская музыка для меня начинается, скажем так, со Скотта Джоплина и, чуть не сказал, Джимми Хендрикса, с Джорджа Гершвина и Эрвина Берлина и, соответственно, всех этих черных блюзменов, которые нот не знали. Вот это для меня североамериканская музыка. Они каким-то невероятным образом переплелись. Но, собственно, для этого нужен был выходец из Киева, Джордж Гершвин, который бы в себе это все перевернул и, будучи гением, просто миру показал. Для этого нужна была Америка, ее идея и ее возникновение. С этого все, собственно, и началось. Поэтому американская музыка – это огромный кладезь и огромный калейдоскоп всевозможных жанров, всевозможных корней. И без нее сегодняшняя музыка никакая не могла бы просто существовать и возникнуть. Поэтому, конечно, это такая колыбель, которую необходимо войти, окунуться, впитать в себя все это, выйти и не вытираться, потом ходить мокрым все время. Короче говоря, я разделяю абсолютно огромное, уважительное отношение ко всем этим ребятам. Для меня американская музыка началась в детстве, потому что у моего папы был друг американец, он был коммунист, конечно, и поэтому он приезжал в Советский Союз, и у него был такой бизнес. Значит, папа мой был прекрасный драматический артист с очень красивым голосом, он начитывал ему на пленку всевозможные рассказы русских писателей и так далее. А тот в Америке издавал на виниле и продавал, значит, словисты. Взамен присылал отцу пластинки джазовой, эстрадной музыки. Поэтому первые мои воспоминания – это знаете, кто это? Гарри Балафонте, мне было годиков пять, наверное. И вот эта песня «Матильда, Матильда, Матильда, she take my money and run Venezuela, everybody, Матильда, Матильда». Это самое первое впечатление моё музыкальное, я под эту песню прыгнул на диване. А потом начались всякие имена, которые в Советском Союзе люди вообще даже и не знали. Ну, там всякие, знаете, «Розмари Клуни», «Дорис Дэй», «Перри Кому», ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И всё это всё время звучало, поэтому это не могло не лечь мне на уши, собственно говоря. То есть дома я слушал эту музыку, а когда меня не с кем было оставить, я шёл к соседям, и там я слышал музыку советских композитов, Пахмутову, с Добронравом и так далее. Поэтому вот. А дальше уже, когда я сам музыкой увлёкся, это, конечно, Битлз. Потому что, когда я услышал Битлз, у меня было ощущение, что я вообще ничего до этого не слышал. Это невероятное было впечатление, которое осталось на всю жизнь. А параллельно с этим, конечно, я учился в хоровом училище Меглинки, где мы пели перголези, где мы пели палистрину, ну и так далее, и так далее. Танеева. Вот. Поэтому, не знаю, ответил ли я на ваш вопрос. Хоровую классику. Я понимаю. Вы знаете, вы перечислили, конечно, это получилось подсознательно, наверное, но вы перечислили в основном вокалистов. Да? Вы практически не... Я всегда любил вокалистов и шоуменов. Мне поэтому всегда нравились артисты-мюзиклы, которые такие, как Лайза Миннелли, например, или Барбара Стрэйзент, или экспрессивные, такие, как Том Джонс и Брюс Спрингсон. То есть, мне нравилось вот это присутствие на сцене. И для меня это было очень важно, наравне с музыкальностью. Видимо, наверное, потому что я и артист, и музыкант, именно это сочетание в артистах мне и нравится. Интересно, что вы не назвали Элвиса, Максим? Случайно? Это случайность. Элвис, безусловно, бог. Тут не о чем говорить. Скажите, возвращаясь к программе ваших концертов североамериканских, это будут произведения, я так понимаю, что, конечно, там будут какие-то вечно зеленые хиты, по которым вас знают и любят, но там будет что-то новое еще? Да, конечно, да, безусловно. Мало этого, я вам скажу, что там будет, наверное, 95% моих песен, но будут какие-то и не мои, которые просто... так получилось, что они для меня в жизни там что-то значат. например. Как, например? Например, есть город, который я вижу во сне. Ах, если бы вы знали, как дорог. И у меня там есть очень интересный рассказ про Одессу, почему для меня этот город как бы, ну, важный в моей жизни. И вообще там я говорю про разные города, и про Петербург, и про Иерусалим, про города, которые в моей жизни что-то значили. Каждая из них связана с какой-то музыкой. Так что это такой экскурс и про детство, и про секрет что-то. То есть это будет моноспектакль, насколько я понимаю, музыкальный? Ну, вы знаете, какая штука? У меня как бы вот моноспектакль, который я играл в Санкт-Петербурге несколько лет, он, конечно, был настоящий моноспектакль, потому что там он костюмированный, он с труппой, которая вокруг помогает и, значит, анимирует всех персонажей, которые рассказывают. Он с большой, живой группой музыкантов и так далее, и так далее. Здесь нет, естественно, иной жанр. Я все-таки один на один. Это, знаете, смесь такого лирического стендапа с концертом. Я даже не знаю, как это назвать, этот жанр. Вы приходите посмотреть, сами его как-то обзавите. Ну, в общем, ждем. В общем, ждем. Друзья, во-первых, огромное спасибо Максиму. Во-вторых, пожалуйста, leonidov.ru и там точное расписание концертов. Как ни странно, на некоторые из них еще есть билеты. Потому что, по-моему, в основном они распроданы все. Значит, для канадцев это Торонто, Монреаль, Калгари, если я что-то не пропустил. Ну и, собственно говоря... Ванкувер. Ванкувер, сори. Да, конечно, сори. Извини, Ванкувер, любимый мой город канадский после Торонто, естественно. Отлично. Максим, ну что ж, привет Милану. Спасибо большое. Прекрасный город, как и Питер, как и Иерусалим, как и Торонто. Так что, до скорой встречи. Через неделю увидимся, я надеюсь. спасибо большое. Всем привет. Спасибо. До свидания. Спасибо, Максим. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...